здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема горох почему опять горох да потому что сегодня расскажу о пользе и вреде этой культуры горох был завезен сначала в киевскую русь из византии а потом только уже в россию эта культура заняла достойное место на столе русских людей и она очень любима не только тем что в составе гороха находится очень много веществ полезных но и тем что насытиться можно даже 100 граммами гороха то есть еда просто замечательная чтобы понимать какой горох вам нужен я вам хочу рассказать что существует три вида гороха это овощной это мозговой и естественно сахарный вообще горох овощной он в общем-то весь овощной но имеется ввиду как я понимаю что некоторые основные я бы сказала посевной горох надо было бы написать правильно он высушенном состоянии имеет круглую горошинку абсолютно гладкую мозговой горох имеет в составе уже немножко побольше воды и он при высушивании немножко сморщится а вот сахарный горох имеет столько воды в составе что он просто сморщится и будет похож на мозг человека также как зерно грецкого ореха значит так легко различить семена которые вы будете покупать какой горох вы все-таки купили агротехника гороха очень проста но и здесь есть свои секреты высевать его надо достаточно рано это апрель это конец апреля начало мая обязательно должна быть почва после капусты после помидор после огурцов то есть достаточно питательная вот горох овощной посевной его бы нежелательно четыре года снова высаживать на этом месте таковы его правила я бы сказала значит горох сахарный он появился в 17 веке в россии был привезен уже из франции и французы зовут такой горох монтажу что в переводе означает съешь весь то есть он употреблялся вместе с лопаткой зеленый так как не был очень сладким и не имел пергаментного слоя так значит в чем же польза гороха вот если вы сразу с грядки будете употреблять любой из этого гороха прямо сразу вот не положив его не дав ему полежать то ваше состояние сердечных мышц и всех отделов сердца будет очень счастлива от этого горох помогает сердечной деятельности и еще он ну как-то затормозит развитие диабета но это свежий горох значит если вы хотите не так сказала если вы боитесь что горох это у нас всегда до супчик сварили музыкальный суп так вот чтобы этого не происходило то замочите его на 12 часов он не потеряет никаких витаминов аминокислот и прочего он будет такой же но зато часть соединений выйдет в воду и такого извините да когда образование газов идет очень быстро этого просто не будет происходить очень полезен беременным мамочкам будущим потому что все вещества которые находятся в горохе особенно молодом до зеленом если его замачивать то никаких вспучений не будет в кишечнике но если его употреблять то калия и кальция там настолько много а еще и фосфора что у будущего малыша прекрасно будет развиваться и костная система и нервная система и так далее переедать конечно нельзя потому что знаете все в меру все хорошо только когда все правильно будем говорить и далее о пользе вот этого замечательного овоща такого незаметного такого знаете красивенького который все время вставлять палочки надо или подвязывать потому что все время падает от ветра либо от дождя значит очень помогает при функционировании почек потому что наличие в нем кислот щавелевой лимонной помогает предотвращает образование камней прекрасно выводит песок из почек это же просто здорово когда это не лекарственное средство хорошо совершенно чистит кишечник хотя вот если замочить на 12 часов то газа образовываться не будут замечательным образом работает на то чтобы вывести из организма лишний холестерин хотя холестерин тоже полезная вещь но совершенно там разных формах и в разных объемах он предотвратит образование малокровия это же очень важно а вот содержание железа и йода в крови зеленый горошек в свежем виде прекрасно прекрасно регулирует работу сердечно-сосудистой системы стимулирует и предотвращает инфаркты гипертонию а содержание в нем йода и железа препятствует малокровию представляете себе какая прелесть у него заслуг очень много у зеленого горошка и например мы же все хотим чтобы у нас кожа была красивой да ну так ешьте зеленый горошек прямо вот с грядки потому что вещества которые в нем находятся как раз способствуют и этому тоже это зеленая культура прекрасно поможет снизить количество холестерина в крови а еще в нем есть такой прекрасный витамин группы b который называется тиамин и вы все да в моем возрасте знаете что это такое это как раз то вещество которое помогает работе до головного мозга нервной системы делают ваше состояние стабильным и просто помогают жить но зеленый горошек вот в принципе в любом виде может принести и вред организму внимательно слушайте и запоминайте нельзя употреблять зеленый горошек тем у кого есть проблема с кровообращением у кого явно выраженный холецистит и заболевание желудочно-кишечного тракта особенно в острой форме по количеству лименной кислоты которая содержится в этой культуре зеленый горошек превосходит даже картофель а это для нашего организма супер важно и даже после термической обработки 50 процентов всех полезных веществ останется в зеленом горошке поэтому вот все что здесь представлено здесь посмотрите уже есть створки я вам все фиолетово вот она все фиолетово видите створка фиолетовая внутри горошек зеленый хочу сказать что горох есть очень низкорослый есть среднерослый есть высокорослая и супер высокорослый так те сорта которые низкорослые на пачках все написано Поэтому, выбирая, вы все-таки выберите то, что надо. А тот, кто хочет вместо вьющихся растений, посадите горох вкусный и сладкий, чтобы было много. Я вам рекомендую такой горох, и он здесь, кажется, есть. Он называется, по-моему, сахарный жигалово. Он метр восемьдесят, то есть выше меня. Вот так вот. Можно завить все, что угодно, беседки, но еще и с пользой для организма и для зимних заготовок. Ну вот на этом я закончу про горох. Я надеюсь, что вы все садите и сеете, все пасутся на этих грядках. Но помните оно, трено, которое я назвала. Нарушение кровообращения, холецистит и проблема желудочно-кишечного тракта. Ну а на этом пока все. До свидания.